Я хотел задать вопрос как раз таки по поводу таких побед Арсенала и по поводу набранных очков в концовках, потому что таких несколько матчей было, как ты к ним относишься и как относиться к голам в концовках, я не знаю, как именно ты относишься, как относишься, это же каждый сам решает, но как ты именно относишься, потому что Лутон 97-я минута, Брэнфорд 89-я минута тоже 0-0 там было, забили в концовке, Манчестер Сити 86-я минута забили в концовке при 0-0, Челси 84-я, да это ничья, но это ничья, тоже добытая в концовке, Манчестер Юнайдет в конце концов еще раньше, два гола забито после 96-й минут, после 95-й минуты, и они победные собственно, как ты вот к таким концовкам, если не эмоционально, или только эмоционально можно к ним относиться? Да мне кажется по-разному можно относиться. Или это говорит о том, что ну как бы, а чего делали весь матч, а чего не дожали раньше? А если все-таки мы наблюдаем ситуацию, когда команда жала-жала весь матч, создавала моменты, но смогла реализовать только один из последних моментов, то есть по-разному может складываться такие матчи, иногда это отскоки, а иногда это логичное следствие того, как атаковала команда на протяжении... Вот у всего того, что я причислил, нет какой-то общей тенденции, какого-то объяснения. Я считаю, что это достаточно разные матчи, некоторые были ближе к ничейным, некоторые были заслуженными победами Арсенала. А тогда последний вопрос по этому поводу, по пропущенным голам, ты уже сказал, что второй мяч это ошибка Рая на выходе, третий мяч он там пропустил после удара, с небольшого расстояния, но пропустил подмышкой по сути от Баркли. Если после этого матча какие-то котировки, я не знаю, на Раю в твоем сознании и в сознании Артеты, это два разных сознания, два разных ответа могут быть, как ты думаешь, изменились? Тяжело сказать, у меня просто никогда не было очарования Дэвидом Рая, чтобы в нем разочаровываться, и у меня точно так же нет высокого очарования и Рамсдейлом. Мне кажется, что у Арсенала есть конкуренция вратарей, и нет по-настоящему топового вратаря, это не очень хорошая ситуация, кто бы из них не играл. Наверное, все-таки Рамсдейл, мне тяжело сказать за Артету, если говорить о СССР, Рамсдейл заслуживает свежий шанс, просто потому что то, какое количество результативных или близких к результативному, которые лишь по счастливому стечению обстоятельств не стали результативными ошибок, допускает Рая. Это не может оправдываться на текущем этапе, не может оправдываться ничем, не какой-то сверхрискованной манерой, ничем либо еще, это просто слишком много ошибок. То есть я за то, чтобы рассматривать все факторы, то, насколько рискованно вратарь играет на выходе, как часто он этими рискованными выходами предотвращает, как часто он играет рискованно в пас, как часто эти передачи помогают. То есть я за то, чтобы все учитывать. Но даже если мы все учтем, пропорция ошибок, которую допускает сейчас Рая, она слишком высокая. Единственное, что можно сказать в его оправдании, это то, что мы наблюдаем сейчас, это не его реальный уровень, это как бы его аномальная точка. То есть один из самых серьезных кризисов, который у него был в принципе в карьере. Может быть это связано с новым клубом, может быть это с повышенным давлением связано, но это действительно так. Это не его реальный уровень, но в то же время, если оценивать то, что мы реально наблюдаем в матчах, то, конечно, мне кажется, учитывая, что Рамсдейл тоже хороший вратарь, сейчас логично провести смену.